Я очень рада приветствовать всех на своем канале. Меня зовут Оля, мне 50 лет. Рост мой 160 сантиметров, потому что часто спрашивают какой рост. Живу я в маленьком городе Волчанске на севере Свердловской области. И строение свеса 115 килограмм. И мой результат уже минус 20 килограмм, даже с хвостиком. На моем канале вы найдете много интересного. И рецепты с подсчетом КБЖУ. И просто вкусные рецепты, которые я стараюсь делать малокалорийными. Еще я занимаюсь садом-огородом. У меня есть и рецепты заготовочек. И вяжу ирландским кружевом. И пою. В общем, кому понравятся мои ролики, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем доброго утречка. Если вас доброго... Доброе утречка. Поздравляю всех с началом последнего месяца зимы. Сегодня 1 февраля. Месяц короткий. Ой, скорее бы весна. Прям уже так надоела эта зима. Мой завтрак. Что-то мы все как-то так разболелись. У нас в городе тоже очень многие болеют. Но вы знаете, я не думаю, что это коронавирус, мои хорошие. Я уже переболела, как говорится, и тяжело переболела. Может, что-то остаточное. Может, это у нас как зима, так все это. Не то, чтобы так прям уж сильно. Но вот под кашлевый горло. Вы, наверное, слышите, какой у меня голос. Так, моя творожно-яблочная запеканочка чудесненькая. Ну, вы знаете, я разрезала ее все на одинаковые кусочки. Вот здесь всего лишь вот столько. 134 грамма. Это где-то 180 килокалорий. А так как я все-таки приболела, буду ее кушать с моим чудесным. Посмотрите, какая красота. Это джем из малины и смородины, который я делаю сама. Вот. Буду как бы это немножечко намажу. Вот, посмотрите, какой тверденький. Ссылочку на рецепт, кстати, оставлю. У меня есть плейлист «Мои заготовки на зиму». Вот. Так что буду это сама. И чашечка кофе с молоком. Ну, кофе утром. Это обязательно. Всем приятного аппетита, кто кушает. Так, мои дорогие, вы, наверное, уже много раз слышали, что я занимаюсь ирландским кружевом, да? И вот сегодня я хочу вам подробненько показать, что такое вот моя работа. Да, вы знаете, сейчас моя работа – это YouTube и вязание на заказ. Вот. Хочу вам показать ниточки, какими я вяжу. Ссылочку оставлю на ролике, где я снимаю готовые работы. Вот. Здесь я на стол, ну, выложила, знаете, может быть, одну, не знаю, двадцатую или тридцатую часть того, что у меня есть, потому что у меня муж смеется, я как хомяк. Знаете, все, кто серьезно занимается вязанием – это настоящие хомяки. У нас море всегда пряжи в доме, ниток. И нам надо еще. Мы вот увидели что-то красивое. Так, но начну я не с ниточек. В общем, ссылочку на ролики с работами, с готовыми, я уже оставлю. Не буду. Сегодня я хочу показать как раз вот, чем я работаю. Значит, начать хочу с крючков. А может быть, кого-то и заинтересует. Я знаю, девочки мне пишут, что многие вяжут, но вот не берутся за такое трудное, да, ирландское кружево. Это считается элитой, потому что это самое трудоемкое вязание. Но оно зато и самое красивое. Значит, здесь, конечно, не все крючки, далеко не все, потому что крючки у меня от 0,5 до, может быть, семерки. Крупные я уже не стала показывать. Значит, сначала вот, значит, вот эти крючочки, да. Ну, наши вот обычные крючки, когда вот у меня не было возможности покупать по интернету. Сейчас я все покупаю по интернету, живая в маленьком городе. У нас нет никаких магазинов с пряжей. Самое тонкое, что там может быть, это, ну, допустим, ирис. Но ирис это не для нас, не для этого. Вот, очень интересные крючки. По 100 рублей я их покупала в нашем магазине. Но это, они не соответствуют, абсолютно не соответствуют, что на них написано. Смотрите, два крючка по одному миллиметру, да. По одному миллиметру написано. Но они разные. Они абсолютно разные по толщине. Но вот этот похож на 1, а этот 1,2 и 1,3. Это точно. И вот этот крючочек тоже. Но я ими пользуюсь, потому что я делаю поправку на то, что они не соответствуют. Здесь написано 0,5, но это не 0,5, это где-то 0,8 крючочек. Вот, значит, эти по 100 рублей. Вот этот крючок у меня 0,9, Tulip. Я специально посмотрела нынешние цены в интернете. Вот такой крючок стоит 500 рублей. Это японский крючок Tulip. Тоже очень его люблю. Но тут не совсем удобная ручка. Кто-то к ней приноровился, но пользуюсь тоже. И самые классные крючки, которые сейчас есть вообще, я думаю, на свете, это японские крючки Clover. Посмотрела сейчас цену на Valberis. 770 рублей стоит один крючок. Вот это крючки, так сказать, мои наилюбимейшие. Самый толстенький один из них 1,25. Ими я вяжу шнурки змейку, допустим. Вот это для более таких толстеньких ниточек. И самые-самые 0,75, самый для мотивов, самый ходовой крючок. И два крючка для сеточки 0,6 и 0,5. Они тонкие, практически как иголочки. Это вязать сеточку. Сеточка вяжется из самых тонких ниточек, самыми тонкими крючками. Вот это крючочки. И сразу еще покажу аксессуарчики. Пользуюсь я разными бусинками, например, при вязании. Так, бисером. Бисер замечательный, чешский бисер. Он называется прециоза. Вот, тоже он у меня всякий-всякий. Здесь тоже далеко не все. Серебристый, черный, голубой, есть розовый. Все цветы прадуги. Так, еще я пользуюсь, сейчас покажу. Это клеевые стразы. Тоже иногда бывают нужны. Вот это просто однотонные. Я уже не буду их высыпать. Это вот клеевая основа. Так, а вот здесь у меня разноцветные. И они разных диаметров, и разных цветов. И специально я купила для них приборчик для приклейки. У меня в Одноклассниках, кстати, есть видео, где я показываю, как это делается. Здесь несколько насадок. Они меняются. Что-то типа паяльничка для страз специально. Вот. Это, так сказать, аксессуары. Есть у меня еще пришивные стразы. Я уже не стала их искать. Ну и перейдем к ниточкам. К самым главным, так сказать. Чтобы вы имели представление. Так, только сейчас, конечно, бардак, потому что я все доставала. Вот у меня стенка, например, да? И вот это все, вот там, это все нитки. И вот эти два пакета. И вон там вот эти коробки. И в ящике. Это все-все нитки. И это в основном все хлопок и шелк. Там нет толстых ниток. Это только хлопок и шелк. Так, есть бобины и ниточки. Это замечательные тоже. Еще раз повторю, что все покупаю по интернету. Либо в интернет-магазинах, либо у девочек-одноклассника, с которыми я уже дружу, переписываюсь, которые занимаются ниточками. Тоже люблю пользоваться бобинными. Вот это вереск. Это тоже шелк. Вот это хлопок. Ниточки. Вяжу их в три, в две, в три ниточки. Ну, в зависимости, как нужно. Так, вот такие вот у меня ниточки. Итальянские. Это Sapphire Luxe. У меня их, по-моему, 15 цветов разных. Еще заказала черного, у меня нет. Это очень хорошо тоже для шнуров змейки. Нет, для отбязки они толстоваты. Но вот для шнурочков, для гусенички, для змеек это вот самое то. Покажу. У меня еще навязаны некоторые мотивы. Да, есть у меня один долговяз. Платье я вяжу. Можете набрать в интернете. Я не могу поставить фотографию, потому что это будет нарушение авторских прав. Пуазон называется платье. Автор Ася Вертон. Кому интересно, я уже вязала по Асиному мастер-классу Esmeralda. И, ну, в общем, это такой наш гуру, учитель. Очень-очень классная эта мастерица ирландского кружева. И я все вот хочу связать это платье Пуазон. Так, значит, это Сапфир Люкс. Ой, ну, тут много всего. Вот здесь на Алиэкспресс я взяла, это что-то тоже непонятное, хлопок с шелком. Ну, в общем, взяла несколько цветов. Оно в 6 нитей. Я разделяю, вяжу по 3. Потому что 6, это для меня толстенько. Так, из наших, например, вот в магните брала кружевница. Можно на сеточку. Видела я белую, черную и красную. Это вот есть из наших. Так, турецкая фирма Ярнард. Ниточки Виолет. Так, ну, это Виолет Люрекс. Ну, это тоже немножко такие толстоватенькие, конечно. Ну, пользуюсь иногда тоже вот. Есть вот такие вот моточки. Это тоже в намоточку девочки продают. Это вот шелк. Так, очень-очень красивый. Так, вот такая вот ниточка. Это вискоза, но на сеточку она хорошо идет. Ниточки Каплан называются. Так, это тоже Виолет. Очень люблю ниточки Канариас. Вот, это тоже турецкий Ярнард. Их у меня, это тоже здесь не все. Тоже вот они в разных цветах у меня. Разные-разные. Они на сеточку. Ну, и на мотивы, конечно, но на сеточку очень хорошо. Так, вот такой еще шелк Суматра. Ой, очень красивый блеск у него, обалденный. Я, кстати, вот из него вязала кофточку с маками. Тоже ссылочку постараюсь оставить. На заказ вязала кофточку с маками. Шелк просто шикарный. В три ниточки вязала на мотивы и в две ниточки на сеточку. Так. Вот такие вот есть ниточки. Этикеточка спала. Тоже можно купить в интернете. Филодискозия. Ну, вы знаете, у них блеск не очень. Ну, так. С это самое. Так. Вот ниточки неплохие. Пеликан. Коко. Фирму забыла. Это как бы одна фирма идет. Так. И отлили, по-моему. Этикеточку уже нет. Вот интересные ниточки вискозные. Тулип называются. Они очень скользючие. Ну, тоже хорошо. На змейке особенно. Вот. На обвязочке тоже ярнартовская камелия. Это ниточки с люрексом. Колючие, правда, немножко. Идут на обвязку мотивов в основном. Вот такие. Так. И мои самые-самые любимые ниточки. Это итальянские ниточки. Мако. Не путать с нако. И египто. Есть еще ретерс. Есть еще бобило. Это тоже вот из той серии. Вот очень-очень классные. Очень классные ниточки. У них такой блеск. Есть еще ниточки пехорка. Это наши отечественные. Ажурная. Нет, успешная. Нет, она толстовата. Ажурная и цветное кружево. Ну, вот я вам хочу показать. Это у меня здесь собраны. Такие. Таких оттенков. И вот зелененькие. Не знаю, как камера покажет блеск. Вот цветное кружево наша пехорка. И очень похожий оттенок. Это ниточка Египто. И посмотрите, какие они разные. Здесь почти нет блеска. Вот. А это с блеском. Ниточки Египто 16. Идут на мотивы. А вот такие Египто 25. Они потоньше. Это идут на сеточку. Вот здесь они у меня. Разных оттенков. Это у меня. Вот как раз Эсмеральду я вязала. Там много очень оттенков разного зеленого. А вот это ниточка Мако. Это не белый. Это такой больше молочный. Такой. Как Египто 16. Вот. Оно тоже по толщине. Вяжется крючком 0,75. Ну вот, мои дорогие. Вот так вот показала я вам. А, ниточки. А мотивы же я еще обещала показать. Мотивчики. Вот. Начала я вязать мотивы. Это вот как раз уже на пуазон. Вот. Вяжу такие вот ажурные листочки. Экспериментирую с разными ниточками. Вот это из тулипа, например. Так. Здесь у меня уже были навязаны. Ну, наверное, уже штук 50 бутончиков. Разных. Туда же на то же платье. Которые побольше. Так, это изнанка. Вот лицевая. Вот тут они у меня по коробочкам. Вот здесь уже они в разных цветах и в разных размерах. Какие побольше, какие поменьше. Вот такие бутончики. Это я уже навязала. Это когда у меня нет заказа. Допустим, перерыв у меня в заказах. Я продолжаю вязать это платье. Вот. И покажу еще. У меня тут остались кое-какие мотивчики навязанные. Вот этот как раз, кстати, стразик пришивной обвязанный. Это я когда вязала платье, у меня кое-какие остались. Кстати, зайдите в плейлист «Мои мастер-классы». Вот на такие листочки у меня есть мастер-классы. Вот на такой маленький и вот на такой побольше листочек у меня есть на них мастер-классы. Так, что тут у меня еще пооставалось. Пооставались у меня вот такие цветочки. У меня не вошли в кофточку с маками. Вот такие вот. Ну, куда-нибудь пригодятся. Лежат. Вот здесь, кстати, бусинка как раз посерединке. Такие цветочки. И вязала я на заказ кофточку. У меня тоже остались. Вот этот цветочек у меня тоже есть мастер-класс. Я его тоже придумала. Мастер-классы я снимаю только на то, что я придумала сама. На другое я не имею права снимать мастер-классы. Вот этот маленький цветочек сам у меня придумался с бусинкой. На него тоже есть мастер-класс. Вот на этот вроде бы есть, мне кажется. Мне присылают, например, фотографию. Из интернета берут фотографию. И я по фотографии уже смотрю и что-то там придумаю. Вот такие вот веточки. И беленькие разные веточки. Тоже остались у меня. Может быть свяжу такую белоголубую кофточку еще одну. Так. А здесь тоже у меня пробные разные. Пробовала я вязать. Ромашки. Цветочки. Листочки. Ну все, мои дорогие. Ой, ролик получается уже длинный. Завтрак я вам показала. На обед у меня будет рыбка моя. Что вчера делала. С тыквочкой запекала. А на ужин будет борщ. Все, мои хорошие. Вот показала вам свою работу. Чем я живу, чем я дышу. И чем зарабатываю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова На этом у меня сегодня все. Целую вас, обнимаю, люблю. Пока-пока. Ваша Оля. Субтитры сделал DimaTorzok